Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Далее о более значимых происшествиях минувшей недели подробнее. Во вторник днем в одной из квартир на улице Кубоколоса загорелся телевизор. Возгорание было ликвидировано оперативно прибывшими спасателями и никто не пострадал. Теперь жильцам придется купить новый телевизор и другое имущество, а также сделать ремонт. Квартира оказалась сильно закопчена. Вероятнее всего причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. А для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. Лишь на прошлой неделе я рассказывала о пожаре в квартире на улице Одинцова. В минувший вторник спасателям вновь пришлось выехать по знакомому уже адресу. Здесь проживает муж с женой пожилого возраста. 5 июля из-за курения в постели у них загорелся диван. Тогда оперативно прибывшие спасатели ликвидировали огонь. Хозяева в бессознательном состоянии были доставлены в больницу. Через пару дней они вернулись в злополучную квартиру и вновь пожар, ставший результатом курения. Это тот случай, когда на своих ошибках не научились. Пенсионеры снова госпитализированы и в обоих случаях пострадавшие были в нетрезвом состоянии. МЧС предупреждает не курить в нетрезвом состоянии, особенно в постели. По статистике более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. А если вы знаете, что ваш сосед ведет социально опасный образ жизни, информируйте об этом Мелитху. Минск чрезвычайно. И еще об одном происшествии вторника. За помощью в службу спасения по номеру 101 обратилась мама трехлетнего ребенка. Малыш надел на палец пластмассовую трубочку. ЧП произошло на улице авангардной. Родители, изрядно вымучив свое чадо, самостоятельно снять застрявший предмет с пальца не смогли. Приехавшие работники МЧС застали плачущего ребенка уже с опухшим пальцем. Прежде чем приступить к работе, необходимо было успокоить мальчика. Удалось это спасателям лишь с помощью своей радиостанции и фонарика. Сложность заключалась в том, что при одном неаккуратном движении можно было травмировать хрупкий палец ребенка и зажать кожу в трубке, загнутой внутри еще сильнее. Используя специальный инструмент, спасатели провели буквально ювелирную работу по снятию пластиковой детали с левого пальца малыша. В ходе проведения спасательной операции он не пострадал. Подобные происшествия с детьми до трех лет, которые засовывают всевозможные предметы в разные части тела, происходят часто. Обычно помогают родители, врачи, но и спасатели выезжают на помощь. В связи с этим хочу обратиться к родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми и по возможности рассказывать им об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. Середина минувшей недели прошла в городе относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий не зафиксировано и в воскресенье. А вот в субботу днем при пожаре в многоэтажке на улице Харьковской были спасены муж с женой. В двушке на четвертом этаже из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяйкой, к слову, находящейся в сильном алкогольном опьянении, загорелось имущество. Из вышерасположенной квартиры из-за сильного задымления работники МЧС с использованием специальных масок спасли двух жильцов-пенсионеров-инвалидов. И еще об одном субботнем спасении. В результате семейной ссоры рано утром сожитель запер свою даму сердца в квартире по улице Азизова. Но 20-летняя девушка так стремилась наружу, что решила спуститься с пятого этажа по связанным простыням. В результате с окону отлива квартиры на третьем этаже ее уже пришлось снимать спасателем. К счастью, все закончилось благополучно. Минск чрезвычайный. Также в субботу вечером по неустановленным пока причинам загорелась Ивека Дейли. Огонь повредил моторный отсек и салон микроавтобуса. Но это не все. Жертвами огненной стихии стали еще три автомобиля, припаркованных рядом. Повреждены лакокрасочное покрытие и элементы кузова Шкоды Октавия и двух Мерседесов. Такой была минувшая неделя для столичных спасателей. А в заключении хотелось бы сказать, что 22 июля в 11 часов на проспекте Независимости состоится парад техники подразделения МЧС, посвященный Дню пожарной службы Республики Беларусь. В парке имени Горького вас ждут выставка пожарно-аварийно-спасательной техники, развлекательные конкурсы викторины для взрослых и детей. В концерте принимает участие звезды белорусской эстрады. МЧС приглашает всех на праздник. А у меня на этом все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.